Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем изучение сихо-требе-беседы в понедельной главе Насо, которая называется «Дарование Торы». Когда Мшер Бейну повторяет в главе Вайтханан 10 речений и происходившее во время дарования Торы, он говорит так, эти слова Господь возвестил всей вашей общине. С горы из огня облака и мглы голосом громким и более не продолжал. В Медраше приводится три комментарии на слова «голосом громким» и «более не продолжал». Три комментарии, что значит «голосом громким» и «более не продолжал». Первый, один голос был разделен на семь голосов, то есть на 70 языков. Да, 70 языков, есть 70 народов, есть 70 языков, чтобы каждому было понятно. То есть голос «Дарование Торы» говорил не только на святом языке, а распространился на все 70 народов. Второе, от него получили пророчества все пророки в будущем. То есть, что все было раскрыто свыше пророком, впоследствии исходило из этого источника. То есть, все знания, которые мы получили и человечество получило через пророков, оно пришло в этот момент с горы Сина. И третье, не было у голоса эха. То есть, смысл Тора, комментарий очевиден, хотя Тора предназначен в основном для еврейского народа, но тем не менее, воля Всевышнего в том, чтобы народ Израиля служил другим народом, источником, примером справедливости и честности, и влиял на другие народы, и чтобы они исполняли семь заповедей Ноха, да, чтобы им жить тоже счастливой жизнью и быть связанным с Богом. Семь заповедей Ноха, Ноя, как сказано, и будет Всевышний царем над всей землей. Смысл второго комментария тоже понятен. Тут подчеркивается, что источником всех пророков, слов всех пророков и мудрецов, которые были после них, о которых сказано, что Дух Всевышнего говорил в них, и Его Слово на их языке, является откровением на горе Синай. Более того, они тоже обладают статусом «Я Господь, Бог Ваш», то есть, это тоже слова самого Всевышнего. Однако, третий комментарий, на первый взгляд, совершенно непонятен. Известно правило, что Всевышний не совершает чудес без особой цели. То есть, не было эха, да, Всевышний говорил, и не отражался звук, как обычно. Там же горы были, в горах обычно эхо. Поскольку в горах по законам природы у любого голоса есть эхо, то получается, что при даровании Торы было необходимо совершить чудо, чтобы убрать эхо. Для чего? Известны слова Алтаребе в книге Тания, что в момент дарования Торы было раскрытие, похожее на то, что будет в будущем. В будущем раскроется, что Всевышний – это единственная реальность, и нет ничего, кроме Него. Подобно этому он был и при даровании Торы. Это и есть смысл фразы, которая сказана в связи с дарованием Торы. Вам было показано, что Бог Всесильный, и нет ничего, кроме Него. Это объясняет и сказанное мудрецами, что десять речений были слышны во всех четырех сторонах света, и в каждом уголке мира ощущались, что он существует лишь за счет божественного света, оживляющего и создающего его из небытия каждое мгновение. Получается, что отсутствие эха на горе Сина – это не просто чудо, а закономерное следствие происходящего. То есть это было задумано так? Ведь эхо создается, когда голос человека наталкивается на какое-то препятствие и отражается от него, как рикошетом. Если бросить камень об стенку, то камень или мячик возвращается обратно. Так что же было? А поскольку, как мы сказали, дарование Тора ощущалось в каждом уголке мира, и голос Творца «Я, Господь, Бог Твой» пронизывал всю действительность насквозь, он просто не возвращался. То есть голос Бога впитывался во все материальное, во все материальное, в том числе в горы, и во все препятствия, которые, казалось, были на его пути. Отсюда мы учим, что суть дарования Торы, «Я, Господь, Бог Твой» должна проникнуть всюду, вплоть до самых духовно низких мест по всему миру. И как во внешнем мире нужно способствовать проникновению святости в каждый его уголок, так и самим человеком. Как говорится, человек – это маленькая вселенная. Каждый человек – он как будто маленькая копия мироздания. Еврей обязан позаботиться о том, чтобы Тора проникла в каждую его клеточку. Как души, так и тело до самого низа. Сказано о нашем прадце Аврааме. «Экэф, поскольку Авраам слушался меня, даже пятка Авраама была пропитана божественным, слушаясь меня». На практике что это означает? Что не только заповеди, но и все личные дела еврея, все, что он делает, должны быть подчинены только одной цели – служить Творцу, как сказано, познавая Его на всех путях своих. То есть, подведем итог, что было три таких чуда. Первое – то, что Всевышний, когда говорил и слышал был его голос на горе Синай, то он звучал сразу на 70 языках для всех. И второе – что эти слова были словами, которые потом народ и мир услышал от пророков. И третье – что не было эхо. И суть этого в том, что Тора не отражается, и знания божественные не проникают во все материальное. И таким же образом, когда мы учим Тору, мы должны стремиться к тому, чтобы Тор, который мы учим, проникла в нашу душу, в наше тело, во все уголки, чтобы мы могли этот свет Торы передавать другим людям, с которыми общаемся, и передавать это во всех сферах нашей жизни. На работе, в школе, на учебе, в автобусе, по дороге. Везде и всегда. Замечательной новой недели. Субтитры создавал DimaTorzok